Глава округа Михаил Токарев и депутат Мособлдума Олег Гаджиев поздравили начальника 48-го Центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и биологической защиты Сергея Борисевича с новым званием академика Российской академии наук. Его присвоили Сергею Борисевичу 2 июня в Москве. Это высшее ученое звание присваивается за выдающиеся научные заслуги и достижения. Напомню, в институте поселка Вакцина, который возглавляет Сергей Владимирович совместно с Институтом Центра Эпидемиологии и Микробиологии Гамалея разработали первую вакцину от коронавируса «Спутник Ви». За эту работу Сергей Борисевич уже получил государственную премию в области науки и технологий. И вот сейчас очередное признание заслуг. Про президента мы знаем, как вручили вам государственную награду, тоже поддерживали. А вот сейчас что? Ну просто нам расскажите, что это такое? Что значит стать академиком? Что значит стать академиком Российской академии наук? Раз в 4-5 лет проводится конкурс на ту или иную вакантную должность. Вакантная должность предполагает собой это, допустим, я шел по эпидемиологии, кто-то шел по хирургии и нейрохирургии. То есть есть определенное, как сказать, штатное расписание, количество, какие-то квоты? Есть определенное количество, да, но не такое большое. По каждому направлению? Да, вот по Академии медицинских наук прошло, вернее по нашей секции медико-профилактической медицины, прошло 6 академиков и 10 членкоров Российской академии наук. Кто-то прошел с первого тура. Допустим, мне как бы повезло, как бы голосование прошло, что я сразу как бы кто-то прошел со второго тура. Сергей Бересевич продолжит развивать эпидемиологию, за вклад в которую был отмечен званием. Гордимся, гордимся.